Депутаты Можилиса парламента попросили главу государства о распуске палаты из-за близости кризиса в экономике. Если Назарбаев примет отставку, досрочные выборы назначат на середину января. Оппозиционная партия Халык, хоть и не успеет по срокам, все равно будет пытаться зарегистрироваться, а возможно поддержит соратников из ОСДП. Солдаты халифата, которые организовали теракт в Атырау, продолжат угрожать Казахстану. Лидер исламистов дал интервью журналистам. Главная политическая интрига года лишь под его занавес получила видимое очертание. Сегодня мажелесмены Виктор Рогалев и Нуртай Собельянов взяли на себя роль новых могильщиков и решили похоронить парламент. Вернее, его нынешний состав. Двое законодателей от имени половины депутатского корпуса обратились к лидеру нации с просьбой распустить их. Подписант уверяют, решение о добровольном сложении себя полномочий приняли самостоятельно. А главной причиной послужила надвигающаяся рецессия в мировой экономике. Мол, в середине следующего года, когда истечет срок действия нынешнего созыва, на дворе будет бушевать финансовый кризис. И властям, в том числе парламентариям, будет не до выборов. Кризис жанра. Казахстанский парламент решил разыграть новый спектакль по старому сценарию. Правда, в отличие от своих предшественников, депутатов корпуса третьего созыва, его, как известно, распустил экс-мажелесмен Нурбахрустемов. А в ансцену сегодня вышли два депутата. Нуртай Собельянов и Виктор Рогалев решили повторить его подвиг и заявили о добровольной отставке Нижней палаты. Но если Рустемов не хотел быть тормозом политических реформ, то его последователи опасаются экономических катаклизмов. В следующем году ожидается новая волна мирового финансово-экономического кризиса. Ее характер и масштабы непредсказуемы и могут затронуть экономику Казахстана. В этой связи важно быстрее до наступления мирового экономического кризиса пройти через избирательный цикл в Казахстане. Это позволит всем государственным органам, правительству и парламенту, не отвлекаясь на проведение выборов, сосредоточиться на реализацию антикризисных мер. Новые могильщики парламента с просьбой о сложении себя и коллег-полномочий обратились к лидеру нации. Заверяли, что их инициативу поддержала половина депутатского корпуса и 13 из 105 ныне действующих мажелесменов. Вопрос, как депутаты, которые еще накануне называли добровольную отставку слухами, успели сами же превратить их в реальность, нисколько не смутил обращенцев. Решение, заявили они, принималось по покровам ночи, но не тайно. Нет, они не скрывали, они подписали вечером. Инициаторами являются я и Виктор Павлович Рогалев. Следующий составит парламент на бедочке. Рахметка. Инициаторы самороспуска, возможно, и попадут в новый состав парламента. Но войдут ли туда все подписанты, авторы обращения утверждать не берутся. Отвечают коротко. Партия решит. Тех же, кто не получит мандат, успокаивают. Они по закону три месяца будут жить за счет государства. А можно узнать сумму этого спецпособия? В размере оклада депутатского. В размере оклада? Сказать, что... Депутат Тарнаклада. Нуртай Селихулы озвучивал. Сейчас он еще раз озвучивает. Альтурсмен тенге, депутат Тарнаклада. 600 тысяч тенге. Этого мне имется узнать. В этом году, в этом году, в этом году, в этом году. Несмотря на такие размеры выходных пособий, депутаты заверяли, досрочные выборы сэкономят более 50 миллиардов бюджетных долларов. Но журналистов больше интересовали не столько экономические выкладки, сколько политические мотивы предстоящих событий. И кто за этим стоит? Авторы новой политической трагикомедии взахлеб уверяли. Укловодов нет, а сценарий рождали сами. Теперь слово за рецензентом, лидером нации. Именно ему решать. Быть ли преждевременным похороном нынешнего парламента и когда изберут новый. Анна Атасова, Ержан Амирханов, Астана, Казахстан. А тем временем некоторые из депутатов не только не подписывали обращение о распуске, но и увидели его сегодня в первый раз. Другие в этот момент находились вне стен парламента. Мнение этих народных избранников об их увольнении выслушала Замзагуля Бдрахманова. О предложении распустить мажорист многие парламентарии узнали не от своих коллег, а от журналистов. Некоторые мажористмены в этот судьбоносный момент вообще находились на других мероприятиях. Вот удивленный Санцезбай и Силов. Не слышал, но если такое решение будет принято большинством депутатов мажориста парламента, то я буду согласен с этим решением. Бахыт Сыздыкову, активную твиттерянку и просто открытого человека покоробило, что ее коллеги, подписавшие обращение, сделали это чуть ли не кулуарно. Не было совместного обсуждения, сетует мажорист Вумен. Просто взяли и переложили ответственнейшее решение на плечи президента, у которого и так дел по горло. А между тем, подчеркивает депутат, работал нынешний созыв вполне себе эффективно. Я, допустим, не вижу предпосылок для распуска парламента. Ну, если честно, да, даже не как депутата, а вот как гражданин. Потому что, по-моему, все законы принимаются. Мы на протяжении четырех лет отлично работали, мы отлично трудились. Поздравление от журналистов принимает сегодня сторонник самороспуска со стажем депутат Ирак Еликеев. Разойтись он предлагал коллегам еще в мае. По мнению народного избранника, Мажелис недостаточно боролся с коррупцией в стране, чем себя и дискредитировал. Но тогда к предложению Еликеева отнеслись скептически. Бороться одному, одиночке, парламент, я думаю, такой силы я не представляю. Я просто высказывал свою позицию. Я думаю, что мы достигли этого. После того, как пройдут выборы, будет смена правительства. Именно правительство придет, которым новым менеджером, новым взглядом. Я думаю, все это, конечно, поможет нашему обществу. После распуска Мажелиса законотворческая деятельность, судя по всему, ляжет на плечи Сената. Представители Верхней Палаты парламента от этого, видимо, не в восторге. Я не совсем понимаю позицию самих депутатов, что они вот год еще им работают, они самоустраняются от работы. Кто их гонит, кто их принуждает, кто их заставляет. А причем, в кризис надо идти вместе с народом, избавляясь за народ, принимать решения антикризисные. Перед кризисом испугались, расходятся. А пока депутаты высказывают свои «за» и «против», агентство продолжает выдавать всю новую информацию. Советник президента Ермухамед Ертыспаев озвучил дату досрочных выборов. 15 января. Замзу Глеб Драхманова, Талаб Жакупов, Астана, Казахстан. Судя по преждевременной агитационной работе, партия Акжол была готова к такому повороту событий. Впрочем, сам приход Азата Перуашева в партию Акжол многие политики расценили как сигнал к досрочным выборам. Четыре месяца назад, 1 июля, Азат Перуашев, которого негласно относят к группе олигарха Александра Машкевича, вышел из партии Нуратана, уже на следующий день возглавил партию Акжол. Его предшественник Алихан Байменов покорно ушел служить на благо Отечества. И с тех пор ни сном, ни духом. Зато новоиспеченный лидер уже узнаваемого бренда Акжол не сходил с экранов национальных телеканалов. Он организовал различные мероприятия, взяв за основу национальную тематику. Сегодня Азат Перуашев заявил, что его партия рассчитывает получить на ожидаемых досрочных выборах 15-20% мест в Мжелесе. В этом никто из политиков и не сомневается, так как для них изначально было ясно, что в администрации президента давно определились со спарринг-партнером Нуратана. О своей готовности участвовать в будущих выборах сегодня также заявили в партии Аделет. Юристы сообщили, что у них уже готова предвыборная платформа, и сроки проведения кампаний на них не отразятся. Кроме того, Аделет подчеркивает, что в новом составе Мжелеса они должны стать второй партией, завестись своей фракцией, работать в поддержку политики президента Казахстана. На второе место в парламенте претендует также партия зеленых Руханият. Сегодня они заявили, мол, не сомневаются, что президент Казахстана выполнит просьбу межелесменов о распуске четвертого созыва. Еще одна партия зеленых Табигат под председательством Мэлса Гелиусизова, о создании которой он заявил накануне, будет продолжать работу по своей регистрации. А сам эколог поборется за место в парламенте вне зависимости от партийной принадлежности. Сейчас он членствует в партии патриотов Гани Косымова. Я же вообще-то, пока я состою в партии патриотов, если что, на выборы выйду с этим, если мы не будем успевать зелеными. Так что мы не отступаем. Сопредседатель партии ОСДП Азаджар Махан Туэкбай считает, что власти страны торопятся с выборами в парламент, чтобы избежать народного недовольства. Сопредседатель партии полагает, что тем самым правящая верхушка перестраховывается на случай второй волны кризиса, который выявит минусы действующей политической системы. По словам Туэкбая, нынешний однопартийный парламент уже показал, что не представляет интересы всего общества только одной политической силы. Между тем, велика вероятность второго прихода рецессии. Тогда, считает политик, пострадает население. И первым, кого обвинят в этом, станет власть, в том числе и законодательный орган. Между тем, на выборы Азад пойдет как ОСДП и рассчитывает получить треть места в новом жилисе. Если вторая волна кризиса все же начнется, то уже к лету положение народа резко ухудшится. А ближе к осени, когда должны были пройти очередные выборы в парламент, недовольство народа может вылиться в массовые волнения. Именно этого власти и боятся. Досрочные выборы нужны для того, чтобы не дать время объединиться оппозиционным партиям. Так считает генеральный секретарь временно приостановленной коммунистической партией Казахстана. По словам газизы Алдамжарова, власти уже не раз применяли эффект неожиданности, чтобы лишить остальные политические силы возможности подготовиться к предвыборной гонке. Лидер казахстанских коммунистов уверяет о возможности проведения досрочной кампании. Он предупреждал несколько месяцев назад. Готовиться к устранению своих потенциальных конкурентов правящая партия, по мнению Алдамжарова, начала уже давно. Первым звонком было утверждение на пост главы партии Акжол, который партиец пророчит место в новом парламенте Азата Перуашева. Затем последовало приостановление деятельности Компартии Казахстана. Сейчас же подмечает политик, глава государства активно ездит по регионам, проводит своего рода пиар-компанию Нуратана. Боятся, что объединение всех оппозиционных партий в одну какую-то там группу и участвуя на выборах на основании каких-то меморандумов или какого-то соглашения, обеспечивая все избирательные участки членов своих партий, своих сторонниками, закроют и могут создать тяжелые, скажем, последствия для самой власти. Оппозиционное движение «Народный фронт» начал сбор подписей в поддержку создания партии «Халык». Активная работа началась в регионах страны. По словам активистов, движение «Народ за народную партию». Объединение «Народный фронт» собирает подписи для создания новой казахстанской партии «Халык». Название такое для новой политорганизации выбрано не случайно. Ее активисты намерены сформировать по-настоящему народную партию. В Казахстане, невзирая на наличие многопартийной системы, к сожалению, на фоне политических предвыборных технологий остается практически только проправительственной партии. В «Народный фронт» объединились минувшим летом регистрируемая партия «Алга» и компартия «Казахстана» для участия в выборах в мажорист парламента. Оппозиционеры заявляли, надо быть готовыми к досрочной кампании. В Усть-Каменогорске в группу по формированию оргкомитета партии «Халык» вошло около 80 человек. Свои подписи за новую политячейку уже поставили те, кто выступал за идеи Народного фронта, общественники, а также рядовые горожане. Я решила стать инициатором создания партии «Халык», потому что партия «Халык» – это народная партия. Народная партия должна защищать интересы социальные народа. Каждый подписавшийся за Народников надеется, что партия уделит внимание проблемам, насущным для казахстанцев. В Павлодарском филиале регистрируемой партии «Алга» заверяют, именно на простой народ будет ориентирована работа халыковцев. Партия «Халык» – это будет народная партия. Также будет, как и «Алга» работать для народа. То же самое будет и проблемой народа решаться. Оказывается, какая-то помощь. Всего за пару дней порядка тысячи казахстанцев примкнули к инициативной группе пока не существующей партии. В силу последних событий, распуск действующего парламента, возможно, нарфронтовцы и не успеют зарегистрировать политорганизацию. Но это не меняет положение, говорят инициаторы. Казахстанцы охотно поддерживают идею создания народной политорганизации. Сбор подписей продолжается. Оскар Газизов, Рустам Сырымов. Из Усть-Каменогорска и Павлодара. Казахстан. Предвыборный фальстарт отчасти спровоцирован тем, что если голосование назначат на январь, то результаты кампании можно подтасовать, объясняет свою точку зрения на новость дня политик Владимир Козлов. Напомню, в январе этого года в суровые морозы, праздничные дни, по стране в кратчайшие сроки были собраны огромное количество подписей в поддержку референдума по досрочному продлению полномочий действующего президента без выборов. Если парламентская кампания будет объявлена досрочно, то оппоненты действующей власти все же попытаются в ней участвовать и добиться легитимности новой партии Халык. Во-первых, мы все равно пойдем на эту регистрацию. Наша агитационная кампания как раз-таки наложится на выборную кампанию. У нас будет возможность, собственно говоря, участвовать. Даже косвенно, вот, в выборной кампании. Мы будем, например, собирать своих сторонников через то, что мы будем говорить о власти, просто говорить правду и собирать сторонников. Причем делать это легитимно. Кроме того, мы сейчас рассматриваем разные возможности, и, в частности, организации круглого стола с привлечением активной части гражданского общества с тем, чтобы выработать единую концепцию, тактику действий на предстоящих выборах. Вполне возможно, что в этой тактике и будет поддержка партии ОСДП. Ну, это все требует обсуждения. ОСДП «Азад» возможно будет участвовать в предстоящих парламентских выборах вместе с готовящейся к образованию партии Халык, которая формируется на основе Народного фронта. По словам сопредседателя ОСДП Булата Абилова, подобное предложение к ним еще не поступало, но они готовы рассмотреть вопрос о слиянии двух политобъединений. Ни один депутат не осмелился бы обратиться к президенту с просьбой о самороспуске без указания сверху, замечает патриарх отечественной политики Сирик Болсон Абдильдин. Какие бы причины не озвучивали в парламенте, вся система власти и законы уже давно подчинены воле только одного человека. В телефонном интервью многолетний лидер Компартии Казахстана отмечает явный настрой руководства страны под занавес 20-летия независимости обновить правительство и парламент, которые давно критиковали за однопартийность. Но все это отнюдь не потому, что есть озабоченность интересами избирателей. Это игра политическая в парламенте, в которой находится постоянно Назарбаев. И ни один созыв парламента своего конституционного срока не отрабатывал. И ни одни выборы, ни парламентские, ни президентские, не проходили по сроку. Не удивляюсь, что досрочные выборы будут. Тем более, в Дейтинском партии ИЗЕ приостановили, для того, чтобы эта партия, которая всегда занимала второе место, не нарушила его планы. Уход парламента в отставку до положенного срока – признак нестабильной политической системы, считают эксперты. В развитых странах мира таких случаев очень мало. В Казахстане же законодательный орган распускался уже трижды. О том, каким может быть дежавю, на этот раз материал у Герашевой. Президент примет решение распустить лиможилист только на следующей неделе. Но уже сейчас экспертное сообщество рассуждает, каким станет заключение Ельбасы. Политолог Рассул Жумалы полагает, заявлением о самороспуске депутаты подписались в своей недееспособности. Но ожидать от их последователей других результатов не стоит. Ведь по большинству места в парламенте займут те же нуротановцы. Когда только появляются эти первые разговоры, слухи о том, что еще весной 2011 года, что, наверное, пройдут неочередные выборы, звучали предложения о том, что, может быть, продлить полномочия депутатов нынешнего парламента, потому что, ну, смысл проводить мажилист, достаточно затратное мероприятие с финансовой точки зрения, если итог примерно будет тот же самый. Досрочные выборы без оппозиции – наиболее явный сценарий Акурды, рассуждает экономист Канад Берентаев. Но существует и другой вариант развития событий. Не исключено, что Астана вообще додвинет голосование до лучших времен, объяснив это экономическими и политическими резонами, а также соображениями безопасности. Теракты или инспирирование этих терактов, ну, в смысле, скажем, провоцирование этих терактов так, вот это нерешение проблем, которые были с нефтяниками, такая же ситуация, получается, с Митталом в Караганде. Вот эта напряженность, она, чтобы управлять их более жестко, вот как раз невозможно потребуется введение в президентское управление. Ни смена депутатов, ни централизация власти не решат социальных проблем, уверена лидер пенсионного движения Ирина Савостина. 20-летний опыт показал, руководство страны не справлялось с задачами и в богатые нулевые. Чего уж говорить о кризисных временах. Я ничего хорошего не жду, понимаешь? Здесь не парламент нужно менять, а всю систему надо менять. Эксперты намеренно не погружаются в цифры и прогнозы, какая партия и сколько займет депутатских кресел, в случае, если выборы все же состоятся. В этом аналитики единогласны. Смена парламентариев не даст ничего нового в стране, кроме очередных финансовых затрат и, возможно, временного отвлечения внимания от насущных проблем. Ольга Рашева, Талгат Умербеков, Алматы, Казахстан. Социальное недовольство действительно обостряется. Постующие полгода нефтяники, недовольные доходом шахтеры. Профсоюзы компании «Арселор Метал Тимиртау» в Карагандинской области намерены провести митинг. На нем работники промышленного гиганта выразят свои требования об увеличении заработной платы. Металлурги уже подали заявку в Экимат города Тимиртау. Предварительная дата – 19 ноября. Профсоюзные лидеры подчеркивают, что действуют в рамках закона, который не запрещает им проводить митинги. 14 ноября власти Тимиртау должны либо разрешить акцию, либо дать мотивированный отказ. Я же напомню, 8 октября в городе Металлургов состоялась конференция, на которой более 200 делегатов от всех трудовых коллективов компании «Арселор Метал Тимиртау» выдвинули требование увеличить зарплату на 30%. Профсоюзные активисты уверены, у промышленного гиганта есть такая возможность. Только за 9 месяцев текущего года доходность компании составила 8,5 миллиардов долларов, что на 25% выше аналогичного периода прошлого года, отметил председатель правкома Металлургов Жактау Владимир Дубин. Конференцию трудовых коллективов первые руководители компании власти Тимиртау проигнорировали. Поэтому профсоюзные лидеры считают митинг более действенным методом. От администрации мы не получили никакого внятного ответа, почему они отказывают в повышении заработной платы. Мы хотели бы, чтобы новый генеральный директор увидел, что это не прихоть профсоюза, а это требование трудового коллектива. Исламская группировка «Джунт Аль-Халифат», которая взяла на себя ответственность за теракты в Итарау, вновь угрожает Казахстану. Как сообщает «Энгри Ньюс» со ссылкой на организацию по мониторингу террористических сетей, лидер исламистов солдат халифата Равиль Кусаинов дал интервью журналистам «Минбар Медиа Проджект». В нем он рассказал о терактах 31 октября и о деятельности подразделения организации батальона «Аль-Захир Бейбарса». Лидер солдат вновь напомнил о требовании отменить принятый в Казахстане закон о религии и призвал своих соратников извлечь уроки из «Арабской весны» и избавиться от правительства. На вопрос, не поспешили ли солдаты с терактами сразу после озвученных угроз, Кусаинов ответил. «Это не поспешность, а оперативность власти Казахстана были также оперативны в отношении наших предупреждений. Мы отслеживали их заявления, они показались нам скептическими, высокомерными, демонстрирующими презрение к маджахедам. Они не выражали никакого желания отказаться от несправедливого решения правительства». Конец цитаты. Также Кусаинов поведал о членах группировки, что среди исламистов есть борцы разных национальностей из Афганистана, Казахстана и других стран, которые видят своей целью возрождение исламского халифата. Накануне генпрокуратура заявила о раскрытии терактов в Атырау и сообщила, что в группировку солдат-халифата входят трое казахстанцев Ренат Хабид-Долла, Уренбасар Мунатов и Дамир Зналиев. Собственно, многие эксперты сходятся во мнении, что группировка солдат-халифата вовсе не существует, а взрывы в Атырау – это происки казахстанских спецслужб. Косвенная причастность к подобного рода операциям подтверждает версия обвиняемых по делу взрывотехников в Уральске. Сотрудники Центра судебных экспертиз Западно-Казахстанской области Нурлан Блекешев и Мурат Кульжанов обвиняются в продаже боеприпасов и двух взрывных устройств. Однако подсудимые заявляют, что они готовили бомбы-улики по заказу сотрудников областного департамента Комитета национальной безопасности. По словам подсудимых, в марте этого года к ним обратились сотрудники ДКНБ Западно-Казахстанской области. Правда, представились они оперативниками управления по борьбе с организованной преступностью от Атырауского ДВД. На протяжении трех месяцев псевдополицейские уговаривали экспертов продать им патроны и изготовить два взрывных устройства. При этом заказчики объяснили свою просьбу тем, что атыраусским полицейским такие улики необходимы, чтобы подбросить подозреваемым в религиозном экстремизме. Сюда уже подключаются другие лица, совсем другие лица, которые не скрывают ни своих дней, ни званий, ни чинов. В открытую звонят постоянные звонки с просьбой о том, чтобы опять же спротив помощи именно в борьбе. В борьбе с королевцами я в последствии, когда я пришел человек, которому я и передал эту учебу. Однако, эта каната является учебным. Патроны передала мне. Поэтому они продолжают свою деятельность, потому что получается, что меня здесь, на этом деле, значит, меня не зацепили. Они начинают меня давить, тянуть. Звонки становятся все более настойчивыми. На мой сотовый телефон. На мой телефон, на мой телефон, на мой супруг. И потом уже лишь затое на том, что мы изготовили самодельное взрывное устройство. То есть, помоги давай сделать самодельное. По словам подсудимых, за два фугаса заказчики пообещали заплатить 5000 долларов. Блекешев уточняет, что согласился и сделал только муляжи взрывных устройств. Однако, следствие утверждает обратное. Якобы устройства были настоящие, а взрывотехники поймались при проведении спецоперации. Мол, оба специалисты и ранее промышляли продажей боеприпасов. Но страна защиты отмечает, согласно закону в оперативно-разыскной деятельности, правоохранительным органам запрещается провоцировать или склонять людей к совершению преступлений. Адвокат Блекешев уверен, его подзащитный и всего лишь неудобный эксперт. Нурлан Блекешев является единственным экспертом взрывотехникам, который обслуживает следственные органы четырех соседних областей. Родные коллеги отмечают, что он неоднократно вносил решение неугодной тому или иному следствию. Зачем нормально сидящего, работающего человека, будем говорить, незамешанного где-то, опускать в разработку? Зачем? Зачем? Вот этот вопрос я хотела бы задать. А что, мало? Пожалуйста, от Тюбинских взрывов. Найдите, садите. Батрал, найдите, посадите. Вы думаете, это показатели? Я считаю, что для показателей и одно, и в то же время он неугоден. И вернемся к главной теме выпуска «Роспуск парламента». Эту новость обсуждали сегодня и в Казнете. Причем сами парламентарии. Активные микроблогеры Бах Цездыкова и Бегбалат Леухан. Мажорис Луман буквально вела прямую твиттер-трансляцию из парламента перед началом пресс-конференции для журналистов. А уже после озвученной всеми ожидаемой новости, депутаты четвертого созыва оставили следующий комментарий. Люди, которым всегда некогда, обыкновенно ничего не делают. Было бы хорошо, если бы мои друзья прочитали слова Лихтенберга. Не смешно. Просто. Обычно безработный человек любит философствовать. Хотя чему я удивляюсь? В Беловежской пуще тоже кворума не было, а СССР похоронили. А почему по прощению вы узнаете от журиков, а не от коллег? Журналисты оказались порядочнее коллег. Не оставили без внимания новость о распуске парламента и обычные твиттеряне. Появились даже хэштеги «Роспуск» и «Парлам». Вот так отреагировали пользователи Казнета. Депутатам парламента обратиться к главе государства с просьбой о самороспуске – это все равно, что мужу признаться жене в полной импотенции. Если режиссер все время будет ставить одну и ту же пьесу, зрителям это надоест. Распустили, самораспустили – неважно. И в новом мажилисе будут свои нехорошевы, свои тлеуханы, титасы, сдыковы и еликеевы. Когда корабль тонет, крысы первые драпают. Большинство казахстанцев поддерживают предложение о самороспуске нынешнего парламента. Причины соотечественники называют разные. Нужны новые люди, действующие депутаты не справились с работой. Стране нужен многопартийный парламент. Корреспонденты в Шымкенте попросили горожан оценить работу мажилисменов пока еще действующего созыва. Я не знаю, я могу сказать, конечно, не пять, могу сказать четыре. Ну, если дневник откроет, двойку можно было поставить. Почему? Ну, потому что то, что этот народ силает, ну, они же не выполняют все это, все эти требования. Думаю, поставила бы я им двоечку. За что? Ну, в принципе, они ничего не делают особого. Три. Почему? Ну, потому что плохо нам. Еще один фальстарт. В Алматинском парке первого президента готовятся к открытию монумента, о котором неделю назад просили Русултана Назарбаева, группа творческой интеллигенции. Они спрашивали разрешения на свои собственные средства установить памятник главе государства. Сегодня одно из информагентств поторопилось опубликовать снимок, на котором запечатлена фигура президента. Он сидит на троне, на заднем плане композиции. Два больших крыла. Каков был ответ Елбасы? Мы поинтересовались у одного из авторов идей. Вы говорили, что это будет монументальный комплекс, может быть, даже без фигуры президента. Это наша точка зрения, но есть же еще авторская точка зрения. И авторы рефректовали такую скульптурно-художественную композицию, которая называется «Казахстан». Если завтра хотите, там, приходите туда, там, посмотрите. Съемочная группа видеопортала «Станки.з» второй день подряд не может получить комментарий от областного ДВД Мангостаутской области. Журналисты пытались узнать подробности расследования по факту о нападении на коллег, которое произошло 26 октября. Напомню, полицейские назвали имя одного из нападавших Руслан Гасанов и объявили его в розыск. Однако более ничего неизвестно. Не похищенном лэптопе журналистов, не задержанном автомобиле преступников. В ДВД настойчиво требует не снимать даже здание департамента. Вчера следователь областного ДВД Владимир Березнюк, который занимается расследованием этого дела, пообещал журналисту рассказать подробности только после получения разрешения от руководства. Но сегодня он срочно уехал в Жан-Аузен. Пресс-секретарь ДВД, услышав о Станке и Зет, ссылаясь на плохую связь, бросает трубку. На дальнейшие звонки при этом не отвечает. Пока известно, что машина Toyota Land Cruiser Prado белого цвета, на которой преступники передвигались, стоит во дворе ДВД. Но зафиксировать это на видеокамеру не представляется возможным. Разговоры сотрудников КПП ярко иллюстрируют отношение областного ДВД к СМИ. Подумав, что их не слышат, полицейские в разговоре сетвари, мол, зря они избили назойливого журналиста и не разбили камеру. На сегодня все. Далее новости Кыргызстана. До встречи. Субтитры создавал DimaTorzok